Спасибо вам большое за гостеприимство. Вы знаете, мы впервые в Шемкенте, впервые, и это мне приятно, так сказать, декларировать, что мы впервые в каком-то городе, потому что это крайне редкая возможность, так сказать, мы выступали везде, по всему миру. И вот в этой поездке сразу два города Республики Казахстан, где мы оказались впервые. Это Усть-Каменогорск и Шемкент. В Караганде мы были до этого, в Алма-Аты мы были десятки раз, а в Шемкент первый раз. Но мы уже давно слышали, что город набирает обороты, что город модернизируется, несмотря на то, что он исторически, ему больше двух тысяч лет. Все-таки раньше это не было таким каким-то ярким событием в жизни Республики Казахстан и стран СНГ. А с тех пор, как его начали называть Казахстанский Тексис или Техас, он стал более знаменитым, и к нему начинает быть больше внимания, и город уже запрограммирован на успех. Это я так сразу почувствовал, выйдя из аэропорта, понюхав воздух, что город в ближайшие 10-20, и я надеюсь, и дальше, и дальше будет очень успешным. Вот, и мы рады, что мы приехали в рамках нашего гастрольного тура. Во-первых, коллективу нашему 25 лет в этом году, и у нас 150 концертов по всему миру, это проходит где-то в течение года. Помимо этого, у нас есть такой проект, который мы называем «Народное караоке». Это мероприятие, которое мы устраиваем на площадях и на улицах городов. Вот, «Народное караоке» номер один в стране, мы уже обкатали этот формат в России. И у нас было 10 праздников в разных городах, и в Сибири, и в Нижнем Новгороде, и в Красноярске, Урал, Екатеринбург, Ростов, Самара, Выборг. Стало понятно, что это наша тема – петь с народом, потому что у нас большой коллектив, очень разные голоса, огромный репертуар, и мы можем охватить практически любую музыку и удовлетворить любому вкусу очень разных людей, и разных возрастов, и разных сословий, и разных национальностей, и разных вероисповеданий, и разных музыкальных пристрастий. То есть каждый человек, который приходит на наш концерт, он получает, в общем, свое. Кто любит оперу, получает классику, и это, в общем, правда, недолго. Кто любит только рок, получает и рок-баллады, и рок-н-ролл, ну и потерпит несколько минут оперы. Кто любит просто там ретро или мировую эстраду, классику, шансон, фольклор – тоже все это присутствует, и мы это все смешиваем. И поэтому люди не замечают, как проходит концерт, он проходит очень быстро, хотя он идет почти 2,5, иногда 2,40, это достаточно много по времени, но на одном дыхании, потому что все время меняется картинка. Любой артист, который выступает один, что бы он ни старался делать, он все равно похож на себя, на самого. И он, когда поет 7 или 8 даже разных песен, все равно это достаточно однообразная в наше время история. У нас 11 певцов, я и 10 артистов, несколько музыкантов, и это все время дает нам возможность, как в шахматы, играть 2 в 64 степени, разные партии. Поэтому мы никогда не повторяемся, даже города, в которых мы постоянно приезжаем, постоянно меняем репертуар, переворачиваем все с ног на голову, и в результате как будто новый коллектив, как будто новый концерт. У нас есть такие поклонники, которые за нами ездят по всему миру, я просто знаю лично таких, кто на концерте был больше 100 раз, больше 100 концертов видел за последние 5 лет, больше 100 раз. То есть просыпаюсь я утром в ноябрьской Тюменской области, спускаюсь в гостиницу, сидят люди там, тоже завтракают, прилетели специально на концерт, 3,50 полета, ну как из Москвы в Алма-Ату примерно. Ну то есть есть несколько, есть одна семья, которая, помню, за нами ездила, у нас было 27 концертов в Америке, вот они по нашему маршруту, муж, жена и ребенок. Ездили за нами 27 концертов по всему маршруту, такие люди, они говорят, мы напитываемся позитивом, эмоциями, для нас это очень здорово, мы получаем удовольствие, с вами путешествуем. Есть еще несколько человек, которые, скажем, больше 200 раз были на концерте, больше 200 раз, вы вдумайтесь вообще, вроде одно и то же. Я говорю, ну как это, я с ними разговариваю, мы же все-таки повторяемся. Нет, каждый раз по-разному, каждый раз разное настроение, разная снежинка падает на ресницу и новый образ возникает, романтический, конечно. Вот, давайте вернемся к нашему сегодняшнему событию. То, что надо петь в Казахстане с народом, я понял, когда у нас были неоднократные мероприятия с участием главы государства, скажем, 50-летие казахстанской магнитки, открытие комплекса Хан-Шатыр, по-моему, в Астане. Много-много было, не знаю, ну не менее 10-15 раз. Расултан Абиш всегда очень любил петь с нами вместе, с нашим хором, и говорил, вот эти песни, которые вы поете, надо петь с народом. И вот сегодня эта вся история начала работать в Казахстане впервые. То есть мы были в Караганде, мы были в Усть-Каменогорске, вчера в Алматы, и сегодня мы приехали к вам впервые в Шинкент. Вот, это, конечно, мы трепещем, нам очень приятно, потому что мы наверняка здесь обретаем новых друзей, когда мы куда-то впервые приезжаем, нам это очень интересно и важно. Ну, сами понимаете, как новая машина, когда на ней месяц поездил, уже не так здорово, но когда ты садишься первый раз в новую машину, это большое удовольствие. Или новая женщина, ну, как бы невеста, да, ну, как бы всегда, ну, впервые. Это радость. Поэтому мы сегодня, несмотря на усталость, несмотря на то, что полет был вчера, полет был сегодня у нас, вылет был в 7 часов утра, а мероприятие, которое вчера закончилось на площади, там, закончилось в 10, и я еще был в двух вчера компаниях, просто праздник не мог закончиться, и это все закончилось в 4.30. Я чувствую себя все равно на подъеме, и за три дня это пятый сегодня был полет на самолете. Все равно, какое настроение очень бодрое и очень радостное. Сегодня мы, видимо, переходим все-таки с улицы в концертный зал, да, но формат мы сохраним народного караоке все равно, потому что было так объявлено, что это народные караоке. Это не такой концерт, как мы обычно делаем. Обычно мы делаем концерт, все-таки, я говорю, для музыкальных гурманов, там и Фредди Меркури, и Рамштайн, и Верди, и Свадьба Фигера, и Влюбленный солдат, и Советские шлягеры, и Эстрада, и Рок-н-ролл. Это наш стиль. А народные караоке это все-таки песни, которые люди могут петь с нами. И тут, конечно, они более, скажем, простые. Это Цой, звезда по имени Солнца, это Ваше благородие, это две или три казахские песни, которые вы специально готовили. И одну песню нам подарил и объяснил ее, и мы в нее влюбились с первого взгляда. Эта песня называется «Аулым», и я помню, «Иманголит Тасмагамбетов», я могу ошибиться в имени, но знаменитый человек, чиновник и бывший мэр Астаны, он как-то сказал, я вам покажу песню, вы в нее влюбитесь. И она очень важна для казахского народа. Она любви к родине, перерезая пуповину, первая кровь падает на родную землю. И вот мы практически с этой песни начинаем, и люди нам подпевают, и мы взяли там пару консультантов, они нам ставят произношение. И для меня очень важно, чтобы люди понимали, как мы произносим этот язык. Очень часто, вы знаете, я замечаю, прихожу в оперу и не понимаю даже по-русски, одна женщина поет по-русски, я не понимаю ее, она одна поет. А мы поем десятером, и очень сложно петь вместе с синхронной, это как горные лыжи, с лалом, вот эти лыжи, они должны, надо ставить ноги вместе, чтобы они не разъезжались. И поэтому мы репетируем по 8 часов в день, и даже такую песню казахскую мы споем так, что люди поймут, о чем была песня, и каждое слово. Глава республики Ингушетия сказал, в Ингушетии, Юн Узбек Евкуров сказал, в Ингушетии нет такого коллектива, который так понятно поет на ингушском, как вы. И это для нас супер комплимент. Еще у нас одна песня, тоже нам ее как бы показала Даригана Зарбаева, мы с ней вместе пели в Алматы, на фестивале «Алматы, моя первая любовь». Очень красивая, я даже так оцениваю, как мировой шлягер, вы услышите, как это звучит. Она прям напоминает какие-то лучшие фрагменты итальянской или лучшие фрагменты какой-то мировой эстрады. Очень красивая мелодия, язык там хорошо звучит. И у нас есть пару парней в коллективе, мы хотели с Даригой, но Дарига за нами по гастрольному туру не может ехать, она занята правительственными делами. И поэтому мы вместо нее женскими голосами, там есть у нас два человека, у нас же коллектив уникальный хор турецкого, есть два парня, которые поют в той зоне, где поют женщины. Один голос называется «Мужское сопрано». То есть сопрано – это в переводе с итальянского верхний, высший, возвышающийся. То есть это высокий женский голос, сопрано. И мужское сопрано – это просто подарок от Бога, связки такие у парня, он уже 25 лет в коллективе, мы с ним еще в институте учились, все удивлялись, как он с женским голосом поет. И дальше есть такой еще голос, который называется контр-тенор. Это голос, который может петь рок-н-ролл очень высоко, и в случае чего очень высокие ноты вместо женщины. Вот они вдвоем поют с остальными парнями, и люди с замиранием сердца это слушают, потому что, ну, такого звучания. На то он и есть хор турецкого – 25 лет, на то он и есть самый высокооплачиваемый в мире хор, что он уникально звучит, и там самые уникальные собранные артисты. Вот, это, что касается репертуара, комплимент от шефа на казахском языке. Конечно, есть разные русские песни, есть советского периода. Чтобы подтянуть немножко аудиторию детей, а для нас это очень важно, наш главный ресурс и наше будущее – это наши дети, никто не может. И зам Акима, и Акима, и президент, и в нашей стране все говорят, что наше главное, так сказать, наше будущее – это наши дети. И нам очень важно приобщать детей на наши мероприятия, на концерты. Я очень счастливо констатирую, что наши российские концерты проходят при большом, даже вечернем. Приезжаешь в город Омск, 50 детей в зале есть на 1200 человек. Приезжаешь там, не знаю, в Екатеринбург, 1900 мест в зал, 4 у нас концерта, было юбилейных. В общей сложности 250 детей было на концерте. Вечерний концерт. И мы начинаем думать, как сделать так, чтобы это было и для детей, и для взрослых, чтобы взрослые искали, что вы такой детский утренник устроили. Чтобы это была взрослая все-таки история, но при этом она не была дети до 16 лет. И ничего со сцены такого, ни пошлятина, ни вульгарщина, ни такого, что нельзя детям слушать, не должно быть. И репертуар должен соответствовать. Если песня о любви, то она должна быть такая, без возраста. Например, там, скажем, существует такая песня «Лебединая верность». Мартынов-Дементьев, Мартынов-композитор, Деметев-поэт. То есть «Лебединая верность» — это песня, которую можно и в 6 лет слушать. И в 66 никто не скажет, что это детская песня. И в 6 не скажет, что это песня взрослая. Вот песня «Завтра в 7.22 я буду в Борисполе уже сидеть в самолете и думать о пилоте» — это песня для взрослых людей. Понимаете, да? Она не для детей. Хотя, вроде бы, ее и дети. Но это, вот я считаю, ничего плохого. Это трендовые штуки, они нравятся молодежи, под них хорошо плясать. Мне самому эта песня очень нравится. Но я считаю, вот моим детям эта песня не нужна. А вот «Лебединая верность» моим детям нужна. Она учит хорошим вещам. Она учит, что есть любовь, что есть верность, что есть преданность на всю жизнь. Какие-то такие вот вещи очень важные. Поэтому мы пытаемся в наших концертах такую музыку поставить, чтобы детям было интересно и понятно, чтобы дети там слушали о том, что... Ну, конечно, через какие-то рассказы, что для того, чтобы стать профессиональным композитором, в Германии в конце 18 века 7-летний ребенок прошел 300 километров пешком. В зимнее время очень хотел стать, никто не заставлял, хотел стать композитором. То есть есть мотивация от природы и есть результаты. Вот такие люди превращаются в такого человека, как Иоганн Себастьян Бах, например. То есть это как произошло с ним? Вот есть печать избранника, поцелуй от Бога, и он сам решил. Но детям интересно об этом услышать, что 20 детей и 46 томов музыкальных произведений – результат творчества. И детям, вот я как бы начал большую мысль, никак ее не могу закончить. Моя мысль большая, я взял свою дочь 10-летнюю, она у нас обкатана. Первый канал ее снимает, Кремлевский дворец съездов на больших концертах, прививает участие. Она с нашим коллективом поет вместе. И детям очень интересно, которые приходят на площади или в зал. Ну, интересно просто посмотреть, как ребенок. Тоже самому хочется. Хочется петь, хочется... А как начинают люди интересоваться, дети интересоваться, как она так здорово поет. С ней педагог, она ходит в музыкальную школу. Ну, например, да, какие-то особенности, что она поет, какие песни. С ней все хотят сфотографироваться. Ей вчера такой подарили букет в Алматы во время концерта. Он выше ее был ростом, друзья. Вот рост у нее такой, а букет был вот такой. Рост там, штук 50. Вот она вот так, как с орудием. Нашим выходить там с таким огромным, с бронебойным. Вот. То есть, примет участие. Зовут эту девушку Эммануэль Турецкая. Она тоже примет участие в сегодняшнем концерте и порадует жителей Шимкента. Друзья, в общих чертах я вам все рассказал, кроме одной особенности. Поскольку наши мероприятия проводятся на безвозмездной основе, и я этим очень горжусь, понимаете, не надо платить, не надо думать, где взять деньги, для того, чтобы хор Турецкого нес культуру в массу. Мы несем культуру в массу на безвозмездной основе. Но мы не потому, что мы такие хорошие, такие бессеребренные. У нас нет другого выхода, как просить партнеров нам помогать. Потому что есть расходы. Шесть авиационных перелетов, группа 25 человек. Сцена, которая должна быть в чистом поле, на площади городов стоять. Эта сцена, у нее есть звук, у нее есть свет, у нее есть экраны, у нее есть декорации. Это все стоит денег. Дальше. Проживание. Хотя вот, например, компания Риксос и вчера, и сегодня дает нам льготные условия и возможности разные. Большое, огромное спасибо владельцам. Вот, есть партнеры, которым очень благодарны, которые очень любят свою республику и хотят, чтобы в ней жизнь была лучше. Чтобы настроение улучшалось, как сказал Замакима, чтобы повышался градус позитива. Чтобы люди радовались и гордились, что они живут в хорошей, замечательной, перспективной республике. Что у нас есть общая культура в чем-то там, бывшего Советского Союза, радости, которые у нас есть совместные. Многонациональное государство, дружба народов. Что россияне-казахстанцы это братья на века. То есть, когда мы все вот думаем, что мы делаем такое, то наш партнер, это группа компаний РБК Банк, Казахстан Кола, Вода на Беглаве и Золотое Кольцо. Эти люди, они счастливы, что они поддерживают искусство и в городах, в которых уже прошло мероприятие сегодня в Шемкенте, будет настоящий праздник любви, дружбы между народов и огромной, так сказать, преданности и любви к музыке. Вот и тут круг замыкается. Огромное спасибо партнерам, огромное спасибо Акимату, с которым в Шемкенте очень легко построить отношения, руководство города заинтересовано задачей любой власти делать счастливый свой народ.